Лайфхаки это весьма полезные штуки, позволяющие пересмотреть свой подход к тем или иным вещам и упростить жизнь. Но в погоне за просмотрами ютуберы стали снимать такую чушь, которую даже притянув за уши не назовешь полезной. Добро пожаловать на Телблогнет! И сегодня у нас топ 10 ступых лайфхаков. Пятое место. Замена моющему. Эта жняга известна, наверное, уже лет так 10. Да точно, ее фортили еще когда Ельцин был жив. Легенда гласит, что если он не даст плюснуть колы, то можно обойтись без туалетного утенка и тому подобной ереси. На самом же деле напиток не убивает бактерий и поможет очистить толчок, разве что если вы насрали мимо дырки. Хотя тоже далеко не факт, что знаменитый напиток как-то выручит вас в этой ситуации. Девятое место. Отличный похмел. В данном случае поговорка «клин клином вышибает» нифига не работает. В фильмах часто можно увидеть, что на следующее утро после пьянки алкаш высасывает бутылочку пиваса и все как рукой снимает. Это полнейший бред. Если и пить на утро, то только живое пиво, которое содержит витамины группы В, при том в малых количествах. У нас же похмел переходит в новую пьянку, а начинается все как раз с нескольких бутылочек пива на утро. Не пейте, а если уже решили нажраться, то лучше всего бахнуть на следующий день горячего бульона, рассола и зеленого чая, который выведет весь шлак из организма. Жить, как говорится, хорошо. А хорошо жить еще лучше. Точно. Восьмое место. Самодельная подсветка для клавиатуры. Думаю, что всем приходилось печатать ночью, но ради этого включать свет в комнате не особо надобно. Здесь человек говорит, что, мол, чтобы никого ночью не беспокоить, включенным в комнате светом и при этом нормально печатать на клавиатуре без подсветки, нужно воспользоваться фонариком из-под зажигалки. Для этого Жигу нужно разобрать, достать светодиод и закрепить его в канцелярском зажиме так, чтобы зажать контакт. Но, во-первых, это геморно. Во-вторых, далеко не во всех ноутбуках есть достаточно места между дисплеем и клавиатурой. А в-третьих, вы вообще видели, как светит фонарь из-под зажигалки? Он даже половину клавиатуры не осветит. Седьмое место. Батарейки в холодильнике. Это лайфхак из разряда. Ставьте на свой iPhone дату 1 января 1970 года и будет вам счастье. В смысле, эффект окажется абсолютно противоположным. Если засунуть батарейки в холодильник, то, первое, падает емкость батареек. И второе, конденсат способствует образованию на батарейках коррозии. И какой идиот придумал, что хранение батареек при температуре около нуля продлит их срок службы? Я не верю. Этого не может быть. Шестое место. Щипцы для готовки еды. Итак, внимание. Чтобы сделать щипцы для готовки еды, вам понадобится пару палочек для суши и крышка из-под газировки. Человек предлагает в крышке паяльником проделать два маленьких и одно большое отверстие, а затем вставить туда палочки. Какой нормальный человек в крышке будет паяльником делать дырки? Если что, в мире существуют учебные палочки. Только, цссс, это секрет. Не то расстройте лайфхакеры же, блин. Everybody was kung fu fighting. Ведь наверняка он эти палочки стащил с кафехи и не знал, что можно попросить учебные. Да. Пятое место. Живой термометр. Господи, каждый следующий лайфхак ущербнее предыдущего. Некоторые умники вычитали в компуктере, что температура тела кота на полтора-два градуса выше температуры человека. И мол, если вам срочно нужно получить 38,5 на градуснике, чтобы не пойти в школу и быть чистым перед мамкой, то просто возьмите кота и измерьте температуру ему. Интересно, а не проще палить градусник горячей водой или прислонить его к той же батарее? Не, лучше в мохнатого потыкать, конечно. Четвертое место. Пугач для друзей. Самоделкин показывает зрителям, как вставив в пластиковую бутылку зажигалку для газовой плиты, вы сделаете что-то вроде рогатки. Только здесь в качестве снаряда выступает отрезанное одно бутылки, приводящееся в движение маленьким взрывом газа. Это, конечно, все хорошо, но автор в названии своего видео говорит, что это один из лайфхаков, который упростит жизнь. А не подскажете, как долбанная бутылка с поджигом внутри упростит вашу жизнь? Ах, наверное, с ее помощью будет легче кота на улицу выгнать. Точно, как бы сразу до этого не додумались. Третье место. Оригинальная вешалка. Жестокий лайфхакер предлагает обмотать крюк вешалки резинкой, чтобы вешалка для одежды не падала под давлением вещей. Скажите, у вас или у ваших знакомых плечики часто сваливаются со штанги или даже просто с верной ручки? Стоит ли говорить, что это искусственно созданная проблема? Нет, ну вы только посмотрите, как он специально шатает плечики. Ой, дурак. Расскажите, каким образом нужно цеплять вешалку, чтобы она сама по себе упала? И на автор этого видео к одному концу вешалки крепит мешок носков. Не стиранных, конечно. Второе место. Подставка для ванной. Хотелось бы как-то посмеяться над этим уж, извините, шлаком, но в первую очередь в голову приходит мысль. Пожалеть лайфхакера. Ну потому что какой человек может предложить с целью экономии места в ванной приклеить на стенку прищепки и фиксировать там зубные щетки? Теперь ваши инструменты для чистки зубов не будут мешаться и вы будете различать свою щетку от чужой по цвету прищепки. А вода куда за щеток стекать будет? На деревню дедушки? А место-то как много сэкономим? Неужели этим кто-то пользуется, блин? Первое место. Устойчивый стакан. Что же делать, если стакан постоянно ерзает по гладкой поверхности стола и норовит следить оттуда при малейшем прикосновении? Может нужно купить подставку для чашек, которая стоит несколько десятков рублей? А вот фиг вам. Опытный лайфхакер учит нас. На донышко стакана с нижней ее стороны следует зафигачить термоклей. Возможно, если дать клею подсохнуть, то все будет окей. Но зачем так усложнять себе жизнь, а? Только вот один вопросик есть. Да! Зачем все это? Зачем? Вам понравился наш топ? Пишите в комментариях, какие тупые лайфхаки известны вам и какие прикольные фишки вы реально используете в своей жизни. Не забывайте подписываться на канал, чтобы первым смотреть самые крутые топы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за просмотр!